Отправляемся теперь в Ленинградскую область. Там свою работу завершил крупнейший молодежный форум Северо-Запада «Ладога-2015». В этом году на его площадке встретились более тысячи юношей и девушек из 11 регионов страны. В течение семи дней насыщенная образовательная программа на площадке проходила по трем основным направлениям – «Слово», «Дело» и «Победа». Для молодых активистов проведены более сотни различных мастер-классов, интерактивных лекций и семинаров. А вот делегация Ненинского округа в этом году снова отличилась своей активностью. Организаторы форума нашей команде вручили благодарственное письмо. Все подробности далее. Форум «Ладога-2015» собрал не только талантливую молодежь со всего Северо-Запада. Здесь были самые выдающиеся деятели России. Космонавт Андрей Борисенко, олимпийская чемпионка Светлана Журова, актер Иван Красько и режиссер фильма «Батальон» Дмитрий Мисхиев. И если эти люди уже давно получили заслуженное признание и известность, то команда Ненинского округа своей лавры заработала на форуме. Здесь птицы не поют, деревья не растут, потундрена оленем чудом бою нас ждут. Горит и кружится планета над нашей Родиною дым. А значит нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. С этой песней и рассказом о подвиге олено-транспортных батальонов наша команда выступила на торжественном открытии Ладоги. В состав делегации вошли активисты общественной молодежной палаты, волонтерского движения, патриотических клубов, студенты округа, молодые предприниматели, члены Заполярной лиги КВН и журналисты нашей телерадиокомпании. Представители регионов показали творческие визитные карточки на тему героическая страница истории региона времен Великой Отечественной войны. Команда Ненецкого округа сразу стала фаворитом самого масштабного молодежного мероприятия Ленинградской области. Посланцам Ненецкого округа. Браво! Этот форум организаторы посвятили 70-летию победы в Великой Отечественной войне. На территории лагеря разбили военный городок. Вся техника историческая. Она принимала участие в сражениях с фашистами. Автомобили, танки, зенитные орудия, пушки. Всего более 30 единиц боевой техники. Мы здесь представлены как музей при поддержке военно-экспортического общества. Министерство обороны представили экспозицию. То есть, из-за технику времен Великой Отечественной войны, которая сохранена. Вся действующая на ходу. Некоторые экспонаты имеют историю. Как, например, плавающий танк Т-38. Были подняты с Невы. Танк и еще несколько экспонатов пролежали на дне легендарной реки более 60 лет. Но самое интересное, что несмотря на такой большой срок, технику удалось восстановить. И на открытии форума эти раритеты показали свою боевую готовность. Боевую готовность на открытии показала не только техника, но и губернаторы команд-участников. Сегодня у них особая миссия – быть командирами своих батальонов. Ведь впереди игра мобилизации. После поздравления заместителя полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Любови Совершаевой и других первых лиц, команды получили маршрутные листы. И началась военно-спортивная игра. Цель – пройти все испытания и найти карту территории округа. Задание серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Противотанковое минное поле, стрельба из массогабаритного макета винтовки Мосина, метание гранат, полевая связь, штыковая атака, сектор химической защиты. А еще противопехотное минное поле, занятие позиции арт-расчетом и финальный сектор – водная преграда. Главное – не потерять равновесие. Правее передвигайтесь. Не торопись. Аккуратненько. Ящик, аккуратно. Со всеми этапами команда Нинецкого округа быстро справилась и дошла до финиша в числе первых. И хочу доложить вам, уважаемый верховный главнокомандующий, сводный отряд Нинецкого автономного округа в составе Северо-Западного федерального округа поставленную боевую задачу выполнил. Потерь нет. Все здесь, да? Олени сыты. Задача выполнена. С открытием форума. Ура! После такого триумфа можно расслабиться и даже потанцевать, что наша команда с удовольствием и делает. В следующий день оказался не менее насыщенным. Нормы ГТО делегация округа выполнила и показала лучший результат среди 11 команд участников форума. В беге на дистанции 100 метров Александра Столярова пришла первой. В заключительные дни форума этой репетиции показ масштабного спектакля летел голубь режиссера Дениса Воробьева. Участие в нем принесло нашим ребятам всеобщее ладожское признание и любовь. По словам руководителя театральной площадки Людмилы Манониной, ребята из Нинецкого округа на Ладоге были самыми поющими и талантливыми. Песня «Тальяночка» исполнил Павел Поздеев. С первых нот ему уже подпевал весь зал, а уже после концерта весь лагерь. «Тальяночка» стала хитом форума и ушла, как говорится, в народ. Ваши ребята, они украсили нашу программу. В частности, Олег Турерко, у него был очень юмористический номер. Зал просто аплодировал, скандировал во время номера. Что можно сказать еще о Павле Поздееве? Это, конечно, был вообще номер на ура, потому что в самом финале вызывали, написали, наверное, раз в пять. Или со всех, наверное, окон слышалась эта «Тальяночка». После премьеры спектакля «Летел голубь, зал встал» и 15 минут аплодировал стоя. Молодцы! 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 После такого триумфа наших ребят теперь ждут не только на Ладоге, но и в культурной столице Санкт-Петербурге. Председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Анна Данилюк, отметив яркое выступление наших ребят, высказала пожелание создавать совместные проекты с Ненецким округом. Любовь Пермякова, Александр Дуркин, Телеканал «Север».